Назовите три самые знаменитые вещи, сделанные в Италии. Держу пари, что многие ответят пицца, макароны и мафия. И если пицца она и в Африке пицца, а макароны узнаешь под любым названием, едва на них взглянув, то с мафией все сложнее. И не каждый итальянец знает, где заканчивается коза ностра, начинается андрангета, и где не следует гулять, чтобы случайно не вступить в каморру. Казалось бы, какая разница, можно просто держаться от любого криминала подальше, но какая-то преступность есть везде. И неплохо бы понимать, где ты рискуешь стать жертвой разве что карманника, а где можно вопасть под каток мафиозных интересов. Или под молоток правосудия. Это вы думаете, что не имеете к мафии никакого отношения, а закон может иметь на этот счет другое мнение. Уголовный кодекс Италии признает организацию мафиозной, если в нее входит хотя бы три человека. Она внушает страх, подавляет и принуждает к молчанию все это, чтобы совершать преступления, иметь власть и материальные выгоды. То есть, к примеру, если трое старичков-пенсионеров начнут гулять по барам и требовать, чтобы в их кофе бесплатно подливали двойную дозу граппы, за отказ при грозе от побить камнями витрину, а к тем, кто пожалуется прислать внуков с проверкой работы кассового аппарата, то эти старики-разбойники должны получить от 10 до 15 лет за участие в организации мафиозного типа. Конечно же, это шутка. Итальянской полиции и безбуйных пенсионеров есть кем заняться. В стране насчитывается около 700 реально опасных преступных союзов. Но цифры это как средняя температура по больнице, все очень неравномерно. К примеру, провинция Матера в регионе Базиликата на традиционном мафиозном юге считается территорией, свободной от мафии. А в северном регионе Венето, с официально одним из самых низких индексов мафиозного присутствия, действуют банда Местрини и банда Моритан Сан-Донади-Пиаве. Местрини считаются наследниками Мала де Ла Брента, в начале 90-х державшей в тонусе родной регион Венето весь север Италии и изрядный кусок заграницы. Но вернемся к тем монстрам, из-за которых Италию и сегодня называют республикой мафии. Это Большая Тройка Коза Ностра Ндрангита Каморра и Четвертая Мафия Сакра Корона Умита. И это не ветви одного дерева, по крайней мере первые три зародились из разных корней, развивались самостоятельно и существуют независимо друг от друга, хотя и связи, и сходства между ними, конечно же, есть. Самая знаменитая, безусловно, сицилийская Коза Ностра. Можно сказать, парадный фасад. Это ее крестные отцы стали прообразами для знаменитых киногероев, это ее боссы положили начало истории самой мафии и борьбы с ней, это отсюда приехали осваивать новые территории родоначальники американской мафии. Это Коза Ностра заложила традиции, благодаря которым мафию не только боялись, но и уважали. И именно Коза Ностру имеют в виду, когда говорят, что мафии больше нет. Уже нет структуры подчинения солдаты, командиры десяток, советники и главы кланов, нет законодательных органов провинциальной и межпровинциальной комиссии, нет кодекса чести, и большой вопрос, остались ли люди чести. Говорят, что на весь Палермо с больше, чем миллионным населением не наберется и пяти сотен людей, связанных с мафией. Да и те вряд ли вступали в ее ряды по традиционным канонам. Едва ли кто-то еще приносит присягу на верность Коза Ностре. Скорее всего, ритуал Пунчуты с произнесением клятв и сжиганием окропленного кровью изображения святого остался только в кино. Но и это тоже маловероятно, учитывая, что число убийств с мафиозным следом на Сицилии постоянно снижается. И за весь 21-й год таких было совершено только два. А ведь когда-то Коза Ностра наводила ужас не только на родной остров. В 92-м отмороженный на всю голову босс Сальваторе Рейна по прозвищу «Зверь» вообще объявил войну государству. Объявил и начал. Подрывы судей из команды антимафия, теракты против мирных людей. Но власть такие вещи не любит, и Рейну, который до этого благополучно скрывался аж 30 лет, вдруг нашли. Взяли и посадили в режим строгой изоляции на 26 пожизненных сроков. Уже изрядно к тому времени, потрепанной арестами, организация ушла на дно, прекратив стрелять направо и налево, и переключившись на более приличные виды бизнеса, вроде откатов и освоения бюджетов на строительство и медицину. Совсем недавно, в сентябре 23-го, умер Матео Миссина Денара, которого называли последним боссом Коза Ностры. Причем ни в его показаниях, ни в оперативных данных слежки за ним и его родственниками нет никаких намеков на то, что в последнее время он был частью организации. А не просто шустрым теневым дельцом, удачно пользующимся былой славой. Чем дальше, тем больше название Коза Ностра становится чем-то вроде сицилийских пирожных каноли. Популярный бренд с местным колоритом и претензией на старинные традиции. Хочешь сувениры штампуй, хочешь кино снимай. Совсем не так раскручена преступная организация итальянского региона Пулья, Сакра Корона Унита. Хотя отчасти она и повторила судьбу сицилийской сестры. Повторила на ускоренной перемотке, за каких-нибудь полтора десятка лет пробежав дистанцию, на которую коллегам с Сицилией потребовалось на столетие больше. Святую Единую Корону называют еще четвертой мафией. Она появилась только в начале 80-х, намного позже старых мастодонтов, каморы, дрангеты и, разумеется, Коза Ностра. И начинала свой путь примерно так же и с теми же понятиями. Контролируемая территория, ступенчатая иерархия, свои законы суровые, но справедливые, помощь попавшим в беду братьям и их семьям. Вступить в Корону мог не только кровный родственник, а любой, приносящий пользу и принявший присягу на верность. Ритуал свой собственный, но, конечно, с красивыми клятвами навечно, в общем, планы идут в светлое будущее. Настолько далеко, что, видимо, для памяти ведутся записи. На бумаге фиксируется буквально все – кодексы, ритуалы, списки участников. Короче, научиться конспирации не успели. В 83-м летопись на читам, в 86-м она уже попала в руки судей. И о существовании в регионе Сакры Короны Униты становится известно официальным. Почему-то при этом организацию не объявили мафией. То есть за само участие не сажали, а закрыли только тех, за кем было что-то еще. И это что-то смогли доказать. Остальные отправились по домам. И в результате уже к концу 80-х святой короной накрылась вся пулья. Занимались по большей части подпольным и горным бизнесом, рэкетом и контрабандой сигарет. Наркотики, конечно, тоже, но к оптовым операциям новоявленных баронов не допускают. На них розничная торговля. Впрочем, до поры до времени хватает и табачных изделий. Общак ломится, боссы катаются, как моцарелла в рассоле. Прибыль от Левого Мальбора была такая, что хватало оплачивать лояльность правительства соседней Черногории. Между ней и берегами Апенинского полуострова днем и ночью курсировали десятки мощных катеров. Но итальянское правительство почему-то тоже закрывало на это глаза. Кондраванда сигарет превратилась в развеселую игру, фольклорный праздник. Еще немного и начали бы туристов водить. Но, увы, и тут Сакра Корона пошла по стопам Козы Ностры. Сначала кровавая война между кланами, которую не удалось остановить переговорами, потом закладка бомб под суды и судей. Большой судебный процесс, после которого одна половина боссов начала сотрудничать с юстицией, а вторая оказалась на режиме строгой изоляции. И в итоге появление отморозка, который плюет на все понятия, которого некому обуздать. Видо Диемидио по кличке Буллоне, бычара. Настоящий беспредельщик, банда которого на джипах с мигалками развлекает окрестности беспорядочной пальбой с калашей на скорости. И на вооружение у него не хватает разве что танков. Люди Буллоне расстреляли полицейский патруль, и терпение государства лопнуло. Когда власть захочет, на снесение ларьков, торгующих контрабандными сигаретами, хватает одной ночи. И в феврале 2000-го табачный бизнес был закончен. На арест времени потребовалось несколько больше, но и они не заставили себя ждать слишком долго. В новом веке регион Пулья живет уже без четвертой мафии. Громким названием «Единая святая корона» по-прежнему пользуется. Но вряд ли хоть кто-то из местных банд действительно может на него претендовать. Ни о каком единстве нет и речи. Разрозненные кланы никак не могут поделить власть, не замечая, что и власти-то никакой уже не осталось. Пока они меряют со стволами между собой, албанская мафия, которая еще недавно не претендовала больше, чем на выращивание у себя генно-модифицированной конопли, теперь уже вполне самостоятельно работает на чужой территории. Вряд ли банды хозяев способны поставить ее на место. Если они и взаимодействуют между собой, то нерегулярно и чаще всего стреляя в упор. Бывает, что под раздачу попадают и случайные свидетели. Жестокость, часто бессмысленная, одна из характеристик местной организованной преступности. В этом на них похожи люди Камуры из соседнего региона Компания. И не только в этом. Здесь тоже в ходу татуировки, но если соседи накалывают чаще всего довольно нейтральные парусник и розу, то в Кампании все гораздо жестче. Татуировка Каморы обозначает принадлежность к мафии явно. Мало того, как правило, на обычно открытых участках тела выбивается название клана, чаще всего имя босса. Так же, как и в Пуле, у каждого Клана Кампании свои обряды и клятвы, а чтобы вступить туда, не обязательно состоять в кровном родстве с другими участниками. Бизнес тоже поставлен на широкую ногу. Уговоровство на размещении токсичных отходов такое, что местами на земле живого места не найти. Из-за множества горящих свалок регион называют террадейфоки – земля огней. Онкологические заболевания в некоторых провинциях имеют масштабы эпидемии. Спекуляции на строительстве придумали не здесь, но остается недостижимым уровень, на который их здесь вывели после разрушительного землетрясения 1980 года. Без крова тогда остались 280 тысяч человек. На восстановление были выделены государством и собраны с миру по нитке сотни миллиардов лир, если в нынешних ценах 52 миллиарда евро. Так вот, подряды на строительство жилья Камора сумела прибрать к рукам приблизительно все. Золотые дни, золотые реки. И на будущее задел хороший. Многоквартирные коробки, которые тогда возвели как временные, чисто перебиться на ближайшие 10 лет, стоят до сих пор. И стоят не без дела, опять-таки спасибо неаполитанскому братству. Программа создания промышленных предприятий, где должны были бы работать люди из вновь образовавшихся жилых массивов, тоже почему-то провалилась. Кварталы надежды деградировали в трущобы безнадеги, и тадам! В пригородах Неаполя образовалась самая крупная в Европе площадка розничной торговли наркотиками, контролирует которую, понятное дело, не государство. Многие считают, что Сакракорона и Коза Ностру погубил именно наркотрафик. Дескать, из-за этих бешеных денег кланы передрались, и ослабевшая организация без царя в голове угасла. Так вот, у Каморы нормальной головы, да и вообще никакой, никогда и не было. Мощные авторитеты были. Король зоны Рафаэля Кутола, Робин Гут района Луиджи Джулиано. Были попытки собрать кланы в единый кулак под единым началом. Но ни к чему, кроме новых файт, кровавых войн между кланами, они не привели. И комористы так и живут. Без башни. Без башни во всех смыслах этого слова. Если претензии неаполитанцев на звание самой старой итальянской мафии очень сомнительны, то считаться самыми отмороженными у них есть все основания. Кстати, именно из-за творимого беспредела, а вовсе не из-за того, что кланы не дружат между собой, специалисты считают, что Камора не мафия. Потому что мафия не будет класть десятки бойцов ради контроля над территорией размером со спортзал. Мафия сотрудничает с мирными жителями или хотя бы создает такую видимость, а не отстреливает их, как овец, не оставляя другого выхода, кроме как бежать за защитой в полицию. А еще мафия держит в узде и собственных солдат, и обычных людей на своей территории, установляя хоть и собственный, но закон, а не полное беззаконие, которое давно уже стало нормой в Каморе. Царствие царьков без царя в голове. Обнаглевших настолько, что празднуют фейерверками гибель слишком принципиальных полицейских и прибытие кораблей с нелегальным грузом. Да и черт бы с ними, пусть бы салютовали, пока уши не лопнут. Но они также охотно и без разбора стреляют. Пока мэр города хвастается, что в списке самых опасных городов Европы Неполь не на первом месте, а всего лишь на пятом, здесь устраивают побоище на людных улицах белым днем и, не скрываясь, добивают раненых жертв в больницах. Здесь никогда не делали проблемы из убийства женщин и детей. Здесь возможно то, что невозможно больше нигде. На подконтрольной клану территории совершенно спокойно чувствуют себя любители сотворить с детьми вещи, за которые жестоко наказывают в зоне и которые нельзя даже упомянуть на ютубе. На канале об этом есть видео «Ад не для ангелов». Желающие могут посмотреть его по ссылке, но должна предупредить, содержание ролика может вас шокировать. А ведь этим позором, чернее которого просто некуда, замараны не только маргиналы из трущоб, но и, не побоюсь этого слова, члены Каморры. И даже, как минимум, один босс ее клана. Совершенно непонятно, как это возможно, но прежде чем озвучить эту информацию, я несколько раз ее перепроверила. По делу сели почти два десятка человек. Сам босс за недостаточностью доказательств судом был оправдан, но приговорен другими комористами. Однако ничего не прекратилось и существуют целые кварталы, где детство заканчивается раньше, чем начинается школа. Так что если мафия – это те, кто считает себя людьми чести, то Каморы и впрямь что угодно, но только не мафия. И что же получается? От цакра корона унит остались одни воспоминания, козу ностру разобрали на сувениры, Каморы вообще только название. Где же тогда настоящая мафия? Может, она и правда существует только в журналистских сказках? Магари, как говорят итальянцы. Хорошо, если бы так. Трепещите, дамы и господа, перед вами Ндрангита. Хотя правильнее сказать это вы перед ней. Самая крупная, самая мощная, самая влиятельная, самая богатая, самая засекреченная, самая традиционная, самая продвинутая, самая… Короче, самая. А ведь начиналась, как самая бесперспективная. Если коза ностра выросла из управляющих богатыми имениями, то Ндрангита – из пастухов при этих имениях, нищие деревенщины, подворовывавшие по мелочам. И росли эти курокрады. Не из грязи в князи, а из грязи снова в грязь, и опять в грязь, и так не одно столетие. И если для других контрабанда сигарет была только разминкой перед настоящими делами, то калабрийцам и для этого бизнеса вначале приходилось прыгать выше головы. Казалось бы, это Сицилия – остров, а здесь большая земля. Но именно носок сапога был самой труднодоступной, дикой, бедной и опасной частью Апенинского полуострова. Кто ж знал, что с этого носка Андрангета пробьет ощутимый пинок всему остальному миру, открыв свои филиалы на всех континентах, кроме разве что Антарктиды. По оценкам команды «Антимафия», на 2022 год Андрангета могла поставить под ружье глобальную армию из 250 тысяч человек. А пособников только в самой Калабрии наберется больше 400 тысяч. Это каждый пятый житель региона. Понятно, что перепись вовлеченного населения никто не проводил, но, согласитесь, порядок цифр впечатляет. Даром, что начиналось все с сельских шаек. Первоначальный капитал сколачивали на похищениях людей. В 60-е и 70-е лихорадило не только Калабрию, а всю Италию. Безопасных мест не было. И безопасного положения тоже. Богатые, бедные, при власти из простых. Выкуп могли потребовать за любого. И не только потребовать, но и получить. Уж на что железные нервы были у нефтяного миллиардера Джона Поля Гетти. Но и он заплатил, когда получил посылку с отрезанным ухом внука. При этом моральными нормами, как в Козы-Ностре, не заморачивались. Если там похищение ребенка, причем не ради денег, стало центральным и поворотным событием истории всей организации, то для Андрангета не важно. Женщины, дети. Даже лучше. С детьми легче справиться, женщинами можно пользоваться. Дошло до того, что на Калабрию ввели регулярные войска. Только тогда кошмар стал затухать. А может, сами мафиози решили, что этот бизнес стал слишком хлопотным. Не нужно сосредоточиться на чем-то менее шумном, чтоб без общественного резонанса. Тем более, что деньги теперь есть, а наркотрафик ждет своих героев. Оборот такой, что купить пришвартованную у причала сухогруз для доставки очередной партии вообще не вопрос. А главный закупщик путешествует с чемоданом наличных денег и огромным бриллиантом на шее. Другого такой Каменюка утянул бы на дно. А для Роберта Панутца это спасательный круг, который выбрасывается в руки таможенникам в случаях, когда чемодана оказалось мало. Дрангета, по сути, держит монополию на поставку веществ. Она единственная организация в Италии, которой колумбийцы отпускают продукт без предоплаты. Под честное слово и по ценам почти вдвое ниже, чем остальным. Так что до торговли наркотой в розницу здесь уже лет 30, как не опускаются. Для этого есть банды уровнем пониже. Надо же и им как-то жить. Впрочем, традиционный бизнес тоже не заброшен. Рэкеты крышевания, организация азартных игр, выдача микрозаймов, перехват госконтрактов, освоение бюджетов, рейдерские захваты, манипуляции с выборами торговли оружием, захоронение токсичных и радиоактивных отходов. А потом еще надо все это богатство отмыть. Та еще работенка, учитывая, что годовой денежный оборот этой мафии около 150 миллиардов евро. Но не то, чтобы Ндрангета совсем не совершала ошибок, скорее наоборот. По граблям гуляли, невзирая на горькие опыт соседей и собственные шишки на лбу. Тут тебе и жестокие мафиозные войны, и участие в попытке госпереворота, и провокации власти на жесткие меры. Первый грандиозный процесс аж на 300 подсудимых состоялся в Калабре еще в 1900 году и был не последним. Ндрангета чуть было не влезла вместе с корлеонцами в террористическую войну против государства. Вовремя одумалась, к счастью для себя, чем это закончилось для Коза Ностры, вы уже знаете. Убийство непричастных, чрезвычайная жестокость к своим, все как у всех. И все же Ндрангета не такая, как все. Она едина, кланов много, голова одна. Здесь жесткая иерархия, звание разных уровней, безоговорочное подчинение старшим. И жесточайшая дисциплина, соблюдение правил просто маниакальное, а суровые приговоры трибунала обязаны приводить в исполнение кровные родственники. Здесь вообще все построено на кровном родстве, шансов войти в Ндрангету со стороны практически нет. Новорожденных мальчиков приносят боссу на стрижку ногтей. Они становятся перышками, которым предстоит в 14 лет пройти стажировку и обряд посвящения. Если, конечно, руководитель практики даст рекомендацию, а это не факт. Ведь за недостойное поведение своего протеже куратор может лишиться не только звания, но и головы. Детей в семьях много, а не великая ценность, особенно мальчики. Но один из сыновей обычно присягу не приносит и остается гражданским. Он должен получить образование и занять полезную должность на стороне. Что невозможно для тех, кто принял заповеди андрангетиста. Ну а с дочерьми все просто. Обязательно замуж, обязательно за кого-то из своих. Любовь, возможно, тоже примут в расчет, но только если она совпадет с мнением родителей. Подходы к браку здесь жестче, чем в королевской британской семье. Происхождение учитывается в обязательном порядке. И до сих пор заключаются союзы ради укрепления связи между семьями или примирения враждующих кланов. Кстати, до руля женщины не допускаются, тут во мне не аполь. При этом жена может хоть до бесконечности пилить мужа, если он не выполняет мужские обязанности, например, не мстить за ее родственников так же, как за своих. Еще одно правило успеха, хоть и далеко не сразу, но ставшее законом, не отсвечивать. И дело даже не в обете молчания и специальном шифре для любых записей. Современные мефиози с Калабрии предпочитают не делать того, что могло бы привлечь внимание широкой общественности. Никаких не то, что терактов, никакой стрельбы в людных местах, вообще никаких разборок на людях. Особенно за границей имидж убийц не способствует международной торговле. Так что, когда в 2007-м в небольшом немецком городке Дуйсбург на пороге итальянского ресторана обнаружились шесть трупов, все члены одного из калабрийских кланов, полиция даже не сразу поняла, в чем дело. Ведь до этого момента она была уверена, что мафии здесь нет. И можно было бы даже подумать, что это так, эхо средневековья и разборки дикарей. Ведь мотивом массового убийства оказалась кровная вражда. Но, увы, итальянские коллеги, всех собак на таких делах съевшие, популярно объяснили хозяевам территории, что свежеобгоревшая иконка святого архангела Михаила, найденная в кошельке одной из жертв, не оставляет вариантов. В пиццерии проходил обряд посвящения в Дрангету. Немецкая общественность встала на дыбы, возникло движение мафия на Инданке, а ведь деньги любят тишину. Крайне досадная оплошность, но меры приняты незамедлительно. В Германии, по всей вероятности, не только туда, от верхушки Ндрангеты направлен специальный представитель для решения конфликтов между семьями. Был ли наказан устроивший громкое побоище клан, история умалчивает. Если это и произошло, то уже в полнейшей тишине. И до сегодняшнего дня тишина эта практически не нарушалась. Хоть кровная месть, хоть наказание по приговору, хоть устрашение особо упрямых или болтливых, все делается так, чтобы каждому было понятно. Если ты следуешь нашим правилам, тебе ничто не угрожает. Как ни удивительно, преступность здесь не такая уж и высокая, по крайней мере официально. Столица региона Реджа, Калабрия, всего лишь на 63-м месте из 106 городов Италии. Абсолютный лидер, кстати, цивилизованная столица Милан. Второе и третье места тоже север, Риме не и Турин. Так что в плане личной безопасности в Калабрии не страшнее, чем в других туристических зонах. Достаточно не гулять одному по темным закоулкам, не бросать без присмотра ценные вещи и философски смотреть на кражи кошельков и телефонов. Ну а если вы не турист, то придется иметь в виду, предприятия, земля или квартира вполне могут быть отжаты, и справедливость найти вряд ли удастся. Потому что с точки зрения андрангетиста справедливо все, что идет на пользу его семье. А семьи здесь большие и крепкие. Считается, что именно из-за родственных связей в этой среде очень мало тех, кто пошел на сотрудничество со следствием. Почти все, что мы знаем сегодня о андрангете, результаты прослушивания и слежки. Один крупный специалист по борьбе с мафией Никола Градтери ее главный обязательный признак поддержка населения. Если так, то, похоже, андрангета бессмертна. Несмотря на всю суровость нравов, лояльность к ней калабрийцев просто невероятная. Вплоть до того, что сбежавших пленников, имевших неосторожность обратиться за помощью к прохожим, приводили обратно к похитителям. Причем так было даже в самые кровавые времена. Может, потому что деваться было некуда, может, все калабрийцы и впрямь родственники. А может, Градтери прав, и все дело в том, что андрангета живет с народом. Калабрийские боссы общаются с людьми постоянно. Часто жестокие, не всегда справедливые. Но они понятны. А главное, они рядом всегда. Это не чиновники, которых люди видят в лучшем случае во время выборной кампании. Правда, поддержка земляков вряд ли объясняет то, что бывшая деревенская мафия расползлась по всей Италии. И ладно бы, дело ограничивалось отмыванием денег. В Милане открыты лаборатории по очистке, предприниматели Севера сами идут за платной защитой к южным боссам. И все традиционные виды бизнеса, разумеется, тоже представлены. Эти люди не из тех, кто, как воспитанные гости, не навязывают свои порядки хозяевам. Уже и в Лигуре, и в Пьемонте неделями гуляют традиционные калабрийские праздники. Да и не только в Италии эндрангета открыла свои филиалы. Бывшие локальные банды дают работу отделам по борьбе с мафией Австралии, Канады, США, Аргентины, Бразилии, Колумбии, Германии, Уругвая, Франции, Швейцарии. Всех не перечислишь. Так что бывшие деревенские пацаны реально пришли к мировому успеху. И нет, причина не в том, что женщины эндрангеты знают свое место. Ну, во всяком случае, не только в этом. Пирамида калабрийской мафии воздвигнута на широченном и мощном фундаменте семейных связей. Каждый его этаж является несущей конструкцией для следующего. А в заоблачных вершинах сияет купол под названием Санта, Святая. Входящие в него являются членами масонской ложи и на них не распространяется запрет на контакты с властями и полицией. Наоборот, это одна из основных задач. И нередко члены Санта занимают серьезные должности в госструктурах. Но и это еще не все. Дамы и господа, придержите руками ваши челюсти и посмотрите наверх. От вершины этой пирамиды начинается другая пирамида, перевернутая. Настоящая структура эндрангеты выглядит как песочные часы. От Санты через узкое горлышко стратегического управления мы попадаем в камеру, комнату, куда вхожи мафиози, предприниматели и политики высшего эшелона и где решаются судьбы целых стран. А впрочем, не смотрите, все равно ничего не увидите, еще не дай бог шею поломаете. И вообще невидимая мафия это все просто выдумки журналистов. Вот вам банды, вот вам их боссы, вот борьба с ними. Ну, то есть, конечно же, против них. Не верите новостям, посмотрите кино и убедитесь. Подберите упавшие шляпы и да просто забейте на всю эту мафию. Она как стихийное бедствие, совладать с которым не в нашей власти и которое может накрыть где угодно, а постоянный страх отравляет жизнь. Можно, конечно, посмотреть статистику мафиозного присутствия, но лучше данные о микропреступности, столкнуться с которой шансов на порядок больше. А еще лучше посмотрите мнения и рекомендации побывавших в интересующей вас местности иностранцев. И тогда, возможно, вы найдете для себя идеальный уголок, где будете чувствовать себя в полной безопасности. Однажды в Италии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok